Добрый день, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео про инкубацию гусиного яйца. Этот вопрос мне задала Елена. Она заложила гусиное яйцо и просит рассказать, как я инкубировала. Я инкубировала гусей в Блиц ПК-2. Мне понравился этот инкубатор именно при инкубации гусиного яйца, так как он очень хорошо держит влажность. Итак, что мы делаем? Перед закладкой в инкубатор мы обязательно яйцо дезинфицируем. Я это делаю в марганцовке, промываю губочкой посудной и закладываем. Яйцо, естественно, предварительно нужно прогреть. Если у вас они скапливались где-то в прохладном помещении, значит прогреть при комнатной температуре часов 5-6, не меньше. То есть прогрели, помыли, залокладываем. Первые сутки мы выставляем температуру 38, влажность у нас 70%. Вторые сутки, первые сутки переворот мы не включаем. Вторые сутки мы убавляем температуру на 37,8, влажность оставляем 70% и включаем переворот. С третьих суток мы опускаем температуру до 37,6, влажность у нас прежняя 70%. С четвертых по десятые сутки у нас с вами температура 37,4, влажность 55%. И эту влажность мы будем держать аж до самого вывода, до 27 дня. Значит, с четвертого по десятый день у нас температура 37,4, влажность 55%. На десятые сутки мы начинаем охлаждение. Как мы это делаем? Мы отключаем инкубатор, открываем крышку, яйцо у нас лежит, мы его охлаждаем. Где-то в тот момент, когда яйцо становится такое тепловатое, и не холодное, и не теплое, я опрыскивала, давала этой воде испариться, после этого я закрывала крышку и включала инкубатор. И, в общем-то, вот два раза в день. На 27-е сутки, скорее всего, может быть, даже на 26-е, скорее всего, пойдет уже наклев. Мы опускаем температуру до 37 и поднимаем влажность до максимума. Сколько возможно в вашем инкубаторе поднять, нагнести, то есть влажности. Ну, в общем-то, и все. Значит, что отметить хочется, что вывод у гусят затягивается, может затянуться так, как, во-первых, яйцо очень толстое, скорлупа. Во-вторых, почему такой параметр 37? Гусиное яйцо из-за своей жирности, у него очень большая теплоотдача, поэтому может быть перегрев. Не перегревайте до 37, смело опускайте температуру, это будет только очень хорошо. При повышенной температуре у вас просто может быть перегрев. Так, ну, в общем-то, все вам рассказала. У меня вывод и гусят обычно занимает полные сутки, полтора, вот где-то так. Это нормально, это нормальный интервал по времени, так что не беспокойтесь, не спешите расковыривать. Единственное, что я делаю, это можно посмотреть мой ролик по мускусным уткам. Когда я вижу, что гусенок так вот поднял уже таким хорошим бугорком скорлупу, я просто беру и открываю небольшую, маленькую, примерно с миллиметра два дырочку, чтобы он мог дышать. Все, больше я ни во что не вмешиваюсь. Больше того, как мне посоветовали, гусят вообще расковыривать нежелательно. У них там как-то по-своему устроена кровеносная система, которая идет под скорлупой. И просто очень часто, когда люди вмешиваются, гусят погибают от потери крови. Поэтому я не советую, я это не делала, и я вам не советую, чтобы что-либо там расковыривать. Только вот небольшую дырочку для поступления воздуха. Все, я думаю, что все пройдет удачно, я думаю, что я все подробно рассказала. Если есть вопросы, задавайте под видео. Лена, если есть вопросы, задашь под видео. Всего доброго, до новых встреч!